Я думаю, что вода близкая, поэтому подскажите, нет ли сорта вишни для данной почвы? А, ну вишни в целом, это та же как яблони и та же как сливы. Если семечко, у него будет нормальный корень, он не пойдет на 10 метров, как груша или абрикос, но 2-3 метра будет. Как получалось, я всегда стараюсь как-то поподробнее. Вот косточка, семечко, так, в природе. Упала, получился сенец. На 2-3 метра вниз ушел и вдруг поднялась вода. Так бывает. Я вот забыл, кстати, одна фотография, Александр, чтобы ты привезла. Бесценная. Там срез грунтовыми водами. Я такой фотографий всю жизнь мечтал. Всю жизнь мечтал. Но это потом, сейчас уже не найду. Так вот, получается, корень уперся и начал вымокать. Рано или поздно вот этот саженец, вишня ли это, допустим, черешня ли это, должна бы погибнуть. А так как это повторялось миллионы, миллиарды раз, что произошло изменение генетики самого дерева. Смотришь, оно погибать собирается. А метр в двух росточек от корня. А он является ногой. Он пошел в бок. Он пошел искать место, где вот тут вот, почему тут ценные фотографии, там видно будет. Вот тут вот раз уперся, а он на два метра раз вылез росток. А через два метра там уже три метра до воды. Ага, нащупал. Он дальше шагнул через два метра. А там четыре метра до воды. И вот он нормально развивается. Там он дал плоды, дал с нового поколения. Он нашел себе другое место. И вот эту способность мы используем по-хитрому. И даже я бы сказал по-варовски. Вот. Но нет подходящих фотографий. Они есть, только их надо специально. И так растет вишня. Вокруг, что мы с вами летом делали, вспоминайте. Отрезали корни от материнского растения. То есть делали отдельное растение, чтобы у него развивались собственные корни. То есть мы сотворили, в общем-то, по отношению деревьев, вароса дикая. Нам нужны были вишни, на подвой. Пока она пуповина не отрезана, это часть дерева. И хотя и один год или два, на самом-то деле, ему те же 30 лет, допустим, как материнского дерева. И кормится она, и корни плохие. Вот. А в этом-то и заключается секрет, что в дальнейшем что? Взяли отводок, а он уже не растет, как сенец такой высокий. У него другое предназначение – выжить. И мы это используем. Значит, посадили мы там, где два метра до воды. Смотришь, растет. А отводок – яблони. Мы же берем отводки из сибирки. Вот. Используем, да? Вот. Отводок – сливы. Китайские сливы размножаются, как тараканы. Так же лезут. Вот это я хотел сказать. Так. И, наконец, подскажите эти сорты вишни для данной почвы. Речь в данном случае идет не о сорте вишни, а вот. А речь идет о том, что вид вишни степные. Это как полускустарники. Правильно? Да. С эти самые вишни. Песчаные, войлочные. Уже хорошо, раз вода близко. Черешню на них привить. А ведь пианиста привил. Кушает черешню? Вы ели черешню? Да. Вот еще вариант. Вот. И, наконец, все-таки, неважно какой сорт вишни, отводки, отводки, отводки. А у них нет центрального корня. Все. Вот я ответил на вопрос.